Жамбулский регион сочетает в себе красивейшие природные ландшафты, неповторимое историко-культурное наследие. Таким образом, наша область имеет всё для развития внутреннего и вездного туризма. Особое место занимают туристские агломерационные места, отмечают историки и специалисты данной сферы. Подробнее смотрите в сюжете. В последние годы в стране проводится большая работа по развитию сферы туризма и вхождению в число 30 конкурентоспособных стран. А национальный сектор туризма через всесторонне развитую инфраструктуру высокого уровня может способствовать реализации данной стратегии. Ведь если заглянуть в историю, то в нашем городе есть те ценные экспонаты, которые не утратили свою историческую важность. Одна из них – это уникальные пещеры в Мерке. И хотя они не входят в число историко-культурных объектов, поскольку являются самодельным, историки утверждают, что эти места когда-то славились наличием серебра. В долине Козабаса было образовано Казахское ханство пять лет тому назад, ещё в 2015 году. В Таразе было проведено большое республиканское мероприятие, посвящённое 550-летию Казахского ханства. Именно Казахское ханство является первым историческим началом государственности нашей страны в целом. Ещё один объект, ставший историческим – Петроглифы в ущелье Карасай-села Акбулым Жамбулского района, считается археологическим памятником эпохи бронзы и ранней железной эпохи. Посещаемость исторического места большая, поэтому данный объект был включён в перечень региональных сакральных объектов Казахстана по проекту «Сакральная география Казахстана» в рамках программы «Рухани Жангару» в 2017 году. Ещё одно место, которое считается туристическим объектом – это городок Баркуап, один из 34 исторических районов Жамбулской области, который начал существовать до нашей эры, то есть в античную эпоху. Развитие туризма остаётся актуальным вопросом и для региона. Специалисты отмечают, что только с помощью реконструкции историко-культурных объектов мы сможем заинтересовать иностранцев, так как наша древняя аулятинская земля обладает богатой историей. Специалисты утверждают, что если бы пристальное внимание оказывалось наряду с историко-культурными объектами и к туристическим агломерациям, то можно было бы придать импульс этой отрасли.